Выйдите! Точнее, выйди! Никакого уважения к тебе нету! Выйди! Вот, наконец-то! Видите, как совсем по-другому! Вы меня хотите оскорбить? Вам никакого уважения я не испытываю! У вас вообще нормально с головой, да? А у вас уважаемый? Вы меня не накажете! Дайте так, давайте скажем так! Скажите! Общественным полицамам! Ну, родители! Уфин приехал сотрудник полиции для принятия заявления Сейчас пишем! Пожалуйста! Алло! Сейчас! Я вообще-то у меня сегодня нахожусь! Вы согласны или что? Тут запрещают стоять у ЕУЖД А кто за... Пусть представится! Ну пусть назовет! Ты там пишешь? Нет, я не пишу ничего! Ну, пиши! Представится! Пусть попросим инспектор представится! Фамилия... Вы что, сможете представить? Я представился вам! Я не понимаю! Фамилию назови! Фамилию назови! Фамилию назови! Кто это такой? И что за номер машины патрульной? Приора делаю! А что за номер? Сейчас! Лейтенант полиции... Фамилию назови! Фамилию назови! Затканожкин! Как фамилия? Затканожкин! Не знаю такого! Ты мне скажи! На основании чего? Пусть скажет! Запрещают тебе там находиться! Там есть запрещающие знаки? Спроси! Нет! Он говорит, что здесь перекресток! Останавливаются! Или я! Где? На этой парковке? Уширение? Да! Скажи! это не не парк это уширение где ты можешь припарковаться пусть на тебя пусть он составит на тебя протокол скажи составлять на меня протокол хорошо я в протоколе тогда ты скажи нет ты сейчас ему требует скажи вот видишь у тебя включено вообще что-нибудь есть все включил вот включил регистратор пусть пишет а теперь смотри значит объяви что ты сейчас общаешься со своим защитником зовут сиро вадим юрьевич дорожный контроль а дальше передавал что просит какие требования нет я не скажет для какой цели спросили какой цели административного протокола ваши нарушения вам передавая передаваем пусть передаваем пусть составляет протокол скажи с кем ты общаешься дорожным контролем никаким образом ко мне отношения не имеет он нарушает сейчас очень серьезно требует чтобы составил протокол именно требует все хорошо давай 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 документы пойдемте посмотрим правил дорог не передаваем документы требующим пошел составить протокол как составит пусть принесет тебе скажу что ты не согласен нарушениям пусть составляет ты говори это я полон пошел полон протокол ну все никуда не выходи пусть составляет протокол значит смотри ты сейчас твоя задача сейчас звонишь дежурную часть 60 не помню там на машине у них написан номер значит звони что ж написано да сообщаешь где ты находишься что сотрудник полиции что ты припарковался без нарушения права дорожного движения у здания его ж.д. запрещение знаков там нету он говорит что я нарушаюсь ты на перекрестке на самом деле стою в уширении что он пошел составлять материал по этому поводу примите пожалуйста жалобу зафиксируйте и в принципе пока все и потом мне сразу перезвони все хорошее ну что молодой человек так будете ознакомливаться или нет? 23 или не хотите с правилами ознакомиться? 0529 буква О невежливо с вашей стороны как тебя вести вроде уже взрослый да да нет не помню или попросить его еще раз поставить? нет он может просто рядом подошел можно еще раз поставить? я вам представил ты удостоверение показал я не попка дурак 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 у меня нет никакого здесь нарушения я не согласен с этим хорошо до свидания здесь расширение дороги смотрите внимательно вот на этот рисунок молодой человек и прочитайте что такое перекресток я не кричу я громко разговариваю здесь шумно я же на улице это вы в машине сидите прочитали? вот смотрите внимательно откуда начинается зона перекрестка красным отмечено видите? то бишь вот оттуда и вот до туда это все зона перекрестка а здесь идет расширение дороги уважаемые расширений на перекрестках не бывает нет а почему здесь идет расширение дальше нет расширения конфигурация такая перекрестка вы извините там получается сколько полос четыре в одном направлении две в другом правильно? а здесь сколько? здесь получается четыре вот из-за этого получилось четыре здесь полосы две в одном и две в другом правильно? из-за этого здесь и получилось как бы расширение это конфигурация перекрестка здесь не равноценный перекресток нет а где тогда запрещающий знак что именно здесь нельзя секунду здесь не запрещающий знак здесь четко прописано что на перекрестке остановка запрещена я поэтому и сделал вам замечание Я изначально вам не сказал, что я вам буду составлять протокол. Я вас попросил убрать просто автомобиль. Нет, а почему тогда другие инспектора, которые здесь стоят? Ну? Я подъезжаю. Я не знаю, что другие инспектора. Я вот вам подошел просто сделать замечание и попросил вас убрать автомобиль. Спокойно попросил вас убрать автомобиль. Вы, у вас какие-то сложности просто убрать автомобиль. Нет, у меня... Я не сказал, что изначально я буду составлять вам протокол. Ну а в чем тогда дело? Почему вы не могли отъехать, а потом просто позвонить? Отъехать под знак 327? Да почему 327? Вот, перед знаком есть место. А я сейчас направляюсь в ту сторону. Ну направляюсь в ту сторону, проедьте, где нет знака 327. Вот там можно заехать в варочку, вот здесь, в этом же здании. Я остановился спокойно, я остановился спокойно кофе пить. Я вас попросил убрать, потому что вы нарушаете правила дорожного движения. Я вас спокойно попросил убрать, чтобы вы не нарушались, что под знаком 327, что на перекрестке остановка запрещена. Вы также нарушаете правила дорожного движения. Я вам подошел вежливо, корректно, делаю замечание. Вы не хотите спокойно общаться, понимаете? Вы не хотите спокойно реагировать на то, что вам без всякой претензии, без всякой претензии. Ну что, я вам показал правила, что он перекрест... Ну вот что-то там, вам не берешь трубку. Да все, я что, это, разговариваю. Да не, все, смотри. Ты, он пошел, протокол составляет? Протокол составляет? Нет, он рядом пошел, и сейчас вот рядом стоит. Короче, тяни время, пусть протокол составляет, ты ответственно позвонил в дежурную часть, пусть ответственно приедет, потому что это за дела. Я сейчас на стоянке иду, ты не говоришь, что я приеду, я сейчас приеду. Понял? Хорошо, хорошо. Просто делаю замечание, просят вас, не указывают вам или еще что-то, просят вас убрать автомобиль. Я не хотел не ругаться с вами, просто подошел к вам с просьбой. Вы не реагируете, вы намного младше меня, ведете себя не очень вежливо по отношению ко мне. Я старший вас, во-первых, меня как в школе учили, когда еще в СССР школа была, что когда старший стоит, то младший тоже встает. Это вежливо и корректно. Это просто правило этикета. Это первое. Второе. Когда с вами общаются, не очень вежливо общаться по телефону. Это не очень вежливо. Это с вашей стороны показывает вашу бескультурию. Почему бескультурия? Потому что это бескультурия по отношению ко мне. Я веду с вами беседу, вы берете телефон и начинаете разговаривать с другим человеком. Я подошел к вам по работе. Начнем с этого. Сделал вам просто замечание. Попросил вас убрать автомобиль. Это сложно сделать. Я разговаривал с своим защитником. Вы не разговаривали изначально ни с кем. Когда я к вам подошел. Когда я к вам подошел, вы не разговаривали ни с кем. Я не сказал, что я вам буду составлять административный протокол. Передайте, пожалуйста, мне свидетельство о регистрации на автомобиль водительского удостоверения и страхового... Скажите, для какой цели? Для какой цели? Для составления административного протокола. Ваше нарушение я вам объяснил. Если я не составляю административный протокол, для какой цели вам защитник? От кого вам защитник? Не, ну вы же сейчас взяли у меня документы, чтобы пойти. Я изначально, секунду. Чтобы пойти, поставить на меня. Изначально, когда я вам подошел, я вам сказал, пожалуйста, уберите автомобиль. Я вам делаю замечание, правильно? Что вы сделали? Взяли телефон и начали звонить. От кого вы собрались защищаться, если я еще не брал ваши документы и не говорил, что буду составлять административный протокол? Я вам пояснил и сказал, подойдемте, я вам покажу правила, зону действия перекрестка. Я вам ее показал, открывайте свои правила, пожалуйста. Что такое перекресток? Да зона действия его. И там тур самое начеркнуто. На перекрестке не может быть усырительных карманов. Ну не может. Могут быть островки безопасности. Но не усырительные карманы, молодой человек. Почитайте внимательно правила, комментарии к правилам. Вы осознали то, что вы не правы? Нет. Я же вам показал правила. Покажите мне с точки зрения правил дорожного движения, где? Либо в моих, либо в ваших. Где на перекрестках есть усырительные? И возможно ли вообще это такое? Нет, почему тогда здесь останавливают? Да уважаемые, я вам еще раз говорю. Вы отвечайте, будьте любезны, за себя. А не говорите, почему вот он. А он топиться пойдет. Вы пойдете? Нет, нет. Нет. От девятого этажа он бросаться пойдет. Вы пойдете? Нет. А что же вы тогда в него тыкаете, а не за себя отвечаете? Вы взрослый человек, вы совершеннолетний. Вы отвечаете за себя. А не тыкайте пальцем в других. Тыкать тоже не очень вежливо. Вы видите, сколько у вас невежливости оказалось? Почему? В данной небольшой дискуссии. Потому что невежливо сидеть перед старшими, когда разговариваетесь. А мне здесь безопаснее сидеть. Просто я вам говорю, это невежливо. Вы можете сидеть, это ваше право. Это по 70-му регламенту, что ваше святого подпады. Это ваше право, я вам еще раз говорю. Я говорю, это невежливо. Правила вежливости не относятся к законодательству. Это невежливо. Невежливо разговаривать по телефону, когда ведут с вами беседу. Это вторая невежливость. И третья невежливость. Я вам ее только что перед этим сказал. Слывите. Что, у вас плохо родители воскинули? Родители не надо моих прожать. Я просто спрашиваю. Школа вас плохо воспитала. У вас не учили в этом в школе. Хорошо, вы спрашивали. Когда учитель стоит, вы же встаете, чтобы с ним пообщаться. В школе. А почему просто человек старше вас, во возрасте, стоит, а вы не выходите из автомобиля, не стоите, просто с ним общаетесь? А мне сейчас тут безопаснее сидеть. Секунду, я вам еще объясню одну ситуацию. Вы знаете, когда я останавливаю людей вашего возраста, они себя так ведут. А когда я останавливаю пенсионеров, дедушек, которые, извините, с бадиком, с касселями ходят, они выходят, им говоришь, да и отец, да ты сиди, но ты уже не в том возрасте. Да нет, сынок, это уважение. Это просто человеческое уважение, это общение с людьми. Меня так воспитали. А вас, видно, в школе этому не научили. Меня хорошо воспитали. Ну я не вижу то, что, понимаете, вы позволяете во время беседы прерывать беседу на телефонные звонки. Это не ваш тип. Вы считаете, что это не как? Я еще раз поправил. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!